Я подумала, что может действительно все-таки есть эпидемия и на всякий случай ношу маску. Я еще просто не видела людей, которые болеют токсина. То есть все ходят, закрываются. Слышали, приняли мер. У меня тоже есть маска. Делали ее сами. Есть маска. Хотя одеваю, ношу ее и в магазинах обязательно. Ну, вы знаете, я вообще-то вышел на улицу купить лимонов и обратил внимание на людей. Я заподозрил, что возможно это как-то связано с какой-то из эпидемий. Ну как, ну все ходят, даже скажу, чтобы не заразиться. В аптеке обычных масок не было, марли их не было. Ну, я зашел в детский дом. Чеснок, масло всякий, чайного дерева в аромалампу запускать. Аксоидовую мазь приготовить, чеснок. Рецепт достался мне от бабушки, от моей. Рассказала про некоторые позы, но это не йога, которые помогают хорошенечко пропотеть. Ну, лимоны хаваю. У меня есть еще чеснок. Почему вы думаете, что они не болеют? Они просто виду не показывают, имидж не позволяет. Они не часто ездят вообще в сменном транспорте. Потому что, наверное, не грошей очень много. Для наших политиков есть только один хороший способ. Это осиновый кол. В грудь. Я уже потратила гривен 150. Вообще не тратить деньги на лекарства. Вы знаете, когда началась эпидемия, я думаю, мне хватит на всю эпидемию денег. Потому что, да, бутылка была по 30 гривен. Водка уже 35 гривен. Придется трезветь вообще. Если считать, еще, ну, с 85-го года где-то, ну, в советских рублях только рублей 50. Ну, а с 91-го в купонах тратил тоже, там, ну, там, пару миллионов. Можете не общаться с большим количеством людей или ходить в защитных масках. Надо есть вот так вот. Не вижу, грипп идет. Я от него убегаю. Будете, я оператор, может. Тоже не ходить? Ну, как хотите, извините. Какая эпидемия? То есть вы ничего не слышали на этой эпидемии? Не, не слышал ничего. Ну, а почему вы в маске? Так ну, вот скоро. Ну, вот какой я.